В этом году Минздрав включил ряд лекарственных средств в перечень препаратов, подлежащих предметно-количественному учёту. Их реализация в аптеках допускается только по рецептурному отпуску. Препарат Лирика, например, назначает пациентам, страдающим нейропатическими болями, однако наркоманы нашли ему не медицинское применение. Есть информация, что его используют, чтобы пережить метадоновую ломку. И некоторые аптеки отпускают это лекарство без рецепта. В Сочи, по данным двухлетней работы телефона доверия ФСКН, насчитано 8 таких частных фармакологий, представители которых были приглашены на заседание антинаркотической комиссии. Но никто из них так и не признался в содеянном. Эти аптеки уже внесены в план проверок в неведомственной комиссии. Глава города Анатолий Пахомов также попросил провести дополнительные рейды и подключиться к работе сотрудников наркоконтроля и волонтёров. Кроме того, как отметили на совещании, на курорте должна вестись активная пропаганда здорового образа жизни. В частности, нужно привлечь к занятости подростков. Об этом накануне говорил мэр во время встречи с директорами образовательных учреждений. Для детей школьного возраста создадим условия, что каждый из них будет занят чем-то. То есть у него появится любимое увлечение, то ли спорт, то ли он будет заниматься пением, то ли искусством. То, конечно, это будет самое лучшее. Мы всё делаем для того, чтобы в городе само потребление было неинтересным. А это может случиться тогда, когда потребителя просто не будет. А потребителя не будет тогда, когда все будут задействованы чем-то – спортом, увлечением. И так можно сделать. В нашем городе это можно сделать. В Сочи созданы все условия для того, чтобы подростки интересовались не вредными привычками, а полезным досугом – бесплатные кружки, секции, посещение клубов, участие в тематических проектах и акциях. В городе ведётся активная работа со сложными семьями. Работает сообщество анонимных наркоманов, где специалисты выслушают и окажут психологическую помощь. Все эти профилактические программы уже показывают положительные результаты. Тем не менее, власти курорта намерены и дальше привлекать новые методы и формы борьбы с разного рода зависимостью среди жителей Сочи. Мы сейчас будем внедрять два новых информационных портала. Один портал будет открыт на официальном сайте администрации города, так называемый родительский ликбез, куда каждый родитель может зайти с любым интересующим его вопросом в этом направлении. И будет дан ответ на этот вопрос теми специалистами, которые работают в этой области. И второй информационный портал – это, собственно, сайт управления образованием, где будет создан электронный ящик доверия для всех детей. На заседании комиссии говорилось и о необходимости окончательного заслона поступлению спайса в город. Реклама этого вещества ведется на фасадах разных зданий. Не по всем можно купить. Где-то процентов 80 – это просто мошеннические схемы. Просто пишут в надежде на то, что кто-то переведет им деньги. Но, тем не менее, есть и те, которые реально работают. И в любом случае все номера, все номера эти мы берем на контроль. В любом случае вопрос времени выйти на хозяина этого номера, выйти на человека, который ему пользовался. Усилить взаимодействие с органами внутренних дел должны и руководители почтовых отделений. Все посылки нужно тщательно обследовать. Муниципальные и частные аптеки, вести жесткий контроль за продажей лекарств с психоактивным действием только по рецепту врача. А родители и педагоги должны убедить детей, что все виды наркотиков, включая спа, сигареты и алкоголь, могут привести к смерти. И даже одна проба может стоить здоровье и постановки на учет в наркодиспансере. А это уже проблемы в дальнейшей жизни, учебе и работе.